Всем привет! Вы видите, что тут прям какой-то членный, но это прямое включение и репортаж с БелСФа белорусского отбора на международный конкурс компании IDLE. Я буду непосредственно знаете кем? Вот, вот, это я, член жюри, разделит физика, да, секция физики. Так что не удивляйтесь, будет несколько работ. Сегодня, вот, вы видите, первый день, мы проверяем работы, то есть стендовая защита, а потом будет защита на английском языке. Как проходит? То есть сначала ребята прислали нам теоретический тур, мы его просматривали, отбирали лучшие работы, всего было где-то 164 работы, нет, 137 работ было. Из этих 137 работ были отобраны около половины, 68 или что-то вроде, и разбиты на несколько секций, они вообще заранее были разбиты, да, я нахожусь в отделе физика, и у меня было, по-моему, 8 работ. Что такое, я делаю в себе? Скажите, что-нибудь. Вы не против потом быть на моем канале? Да, не просит, не просит. Я Якубовский язык, студент четвертого курса. Нет, вы член жюри в молодежном жюри. А, да, я забыл, я член молодежного жюри, да. Значит, держу так, вы сейчас хорошо, что вы судите? Я сужу работы конкретно, ну, молодежное жюри работает во всех областях, ну, как бы, во всех секциях. Конкретно мы распределились, я ходил, смотрел работы по физике. Прямо я, это удивительно. Да, да. Ну, вы член взрослого жюри. Да, я член взрослого. Вы деплова даете, а вы портфели. Да. Вот. А, то есть вы к подарке от парка высоких технологий, а мы к путевку на конкурс. Нет, вы деплова, в путевке на конкурс раздают там, типа, дядьки, которые серьезные. Ну, я не слышал. Зачем мы купим все? Так вы компетентное жюри в области. А вы же не оцениваете практическую значимость работы? Нет, у нас есть оценка практической значимости. Ну, да, но... Чтобы я не могу понять, как это поставить. А как вам, понравились работы? Да, мне понравились работы. Мне очень... Кстати, одна последняя мне не понравилась. Последняя была у меня по измерению освещенности, потому что я начала спрашивать по схеме. Показала на фотодиод. Спрашивали, что это? Они такие... Тогда мне надо не знать, что такое фотодиод. Они такие, а мы не знаем, что это такое. Я думаю, кто же делал эту схему? Да, ребята там спрашивали, типа, я у них спрашивал, типа, что такое цифровой и что такое аналоговый сигнал. Они на тебе спрашивали, сказали, ну, цифровой, это в цифрах сигнал. Вот, заменяется. И я сразу же вспомнил. За... Никуловича. И, в общем, вот. Вот. И потом я спросила, а зачем вы подключили сопротивление? Там добавочное сопротивление, чтобы снять то, которое течет через микропроцессор, и что происходит в тишина. Ну, я вам объяснила, зачем это подключение. Это здорово, что вы объяснили. А как вам работа, там, которая пролитит там все дела. Про что? Ну, вот, которая руководитель Николая Николаевич Кольчевский. Я просто так смело говорю, потому что у меня ничего не идет Николай Николаевич, я не боюсь. Я не все буду вставлять, так что мне можно более смело думать. Хорошо. Хорошо. Ну, а какая работа вам понравилась в большем сердце? Ну, пока что, из тех, которые я видел, мне очень, ну, работа про газы была довольно неплохая, с точки зрения того, что она была довольно обширная. Расряд, да? Мне, наоборот, не понравилась. И она была, по крайней мере, красивая, и то есть, вот. Но больше всего мне пока что понравилось, из всех тех, что я видел, мне понравился гироскоп. Хотя я еще не был на бирометре. Гироскоп? Да. Не, мне тоже не очень. А вам какая больше всего понравилась? Я вот пытаюсь помнить, что мне больше всего понравилось, и, похоже, ничего мне больше всего не понравилось. Вот, мне осталась последняя работа, бирометр, и все. Ну, мне кажется, что... Бирометр? Бирометр все же мне понравился, нормально, неплохо. Давай ходим. Да, да. Сейчас будет некоторая интересная программа для детей, там будет выставка факультета, точно, сходим на выставку факультета, пока дети кушают. Суть заключается в том, что я сейчас разберу кубик Рубика, а он его соберет. Да, только вы можете ему не показывать. А он нас видит? Нет. А вдруг? А как его зовут? Просто робот. Просто робот? Да. Нет, будет Тихон. Тихон? Хорошо. Все. Главное, задача для Тихона собрать кубик Рубика. Итак, задача для Тихона собрать кубик Рубика. Тихон, ты готов? Тихон, готов? Оставляйте. Давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Стоп-стоп-стоп в лицо. В камеру, в смысле? Отправление данным, очень простое. У нас есть регистратор, там еще в камере есть две марки. Их цельное расположение относительно к одной, в камеру, позволяет нам управлять машинами. Например, если их выставить таким образом, машина будет гигать в первую. Если менять расположение таким образом, пора... Класс. А, Need for Speed кто рисовал? Need for Speed рисовали в EA, я так понимаю. А, понятно. Так что это не наша личная разработка. Дальше в школе. Это секция математики. Я была в секции физики. Сейчас спросим, чем занимается математика? Это основа всего. Математика это основа всего. Это основа программирования. Это даже можно сказать основа биологии и химии. А математика это язык этих наук. Поэтому любая теорема рано или поздно находит свое применение в одной из этих наук. Более того, мы доказали ряд теоремов. Последняя теорема номер 70. Мы доказали 7 теорем. И некоторые из них даже имеют прямое практическое применение. Например? Например, защита DDoS-атаки. Надо объяснять, что такое защита DDoS-атаки. Давайте, что такое DDoS-атаки. DDoS-атаки это когда хакер посылает множество запросов на какой-то сайт с помощью компьютера. Только в камеру. Да, посылает множество запросов на какой-то сайт. И он не успевает это все обрабатывать и ломается. И чтобы от этого защититься, надо сделать промежутки между этими запросами. И вот наша теорема помогает создать промежутки между этими запросами. Она помогает выслать компьютеру задачу, которую он будет долго решать. Таким образом промежутки создавать искусственные между запросами. Круто. Какой вы школы? Гимназия номер 41. О, я ее тоже закончила. Да. Ничего себе. Пресса. Подождите. Представляете, я абсолютно случайно попала на ребят. С той школы, которая заканчивала ТОВС. Морков. В Лавренович. А, у вас Лавренович. В Лавренович. В Лавренович. Спасибо. А теперь что мы делаем? Она нагревается. Спешка заключается в том, что здесь находится что? Медная проволока. Да, здесь находится медная проволока. Что это? А, вот это термометр. Сколько здесь? 25,2. И оно нагревается. Честно, я ничего не чувствую. У меня есть проблемы какие-то. Просто приборчик. Просто едет. Ни в кого не врезается. Он сам вперед и ездит. Вон, вон. Целый робот. Да. Целый робот. Ну что ж ты не пишешь? Отлично. Ура, спасибо. 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 Пожалуй, это все. Уже час дня. Работа завершена. Остались только мероприятия для детей. Некоторые лекции. Шоу по химии, химикидс. К сожалению, я не смогу на это остаться. Потому что сегодня еще у нас собрание в воскресной школе. Но если говорить о работе, к сожалению, в этом году на секции физики не было работы достойной международного уровня. То есть все работы не имели научной значимости, которую мы могли бы представить на международном уровне. Поэтому от физики никто не поедет представить нашу страну, к сожалению. Но, тем не менее, мы отобрали четыре работы. Три из них были с хорошим отрывом. И одна работа. Ну просто нам надо было бы давать два диплома за третье место. Поэтому там получился отрыв 20 баллов. Но как бы сама работа не тянет на третье место. Я вас крепко обнимаю. До скорой встречи. И пока-пока. Ahora мы пока-пока. Пока-пока.